Танах Танах Поэтому неудивительно, что в книге Царств Господь объясняет, что просьба народа поставить им царя – это, в общем-то, отвержение самого Бога, как царя над своим народом. Писания очень явно показывают слабость человеческого сердца и острую необходимость хирургической операции для него в духовном смысле слова. Но сами по себе заповеди Торы не могли изменить человеческого сердца. В сущности в этом и состоит задача Мессии. Через Его искупительную жертву мы выходим из рабства на свободу. Другими словами, духовное спасение – это не просто какие-то внешние перемены или победа над врагами, но глубокое изменение в сердце человека. Обретение мира с Богом. Нет сомнения, что праздник Песох несет в себе глубокий смысл избавления и спасения нашего народа. Так же, как кровь Агнца защищала тех, кто приносил его в жертву, так и кровь Мессии охраняет нас. Знали ли вы, что праздник Песох указывает и на то, что в теологии называется «последним временем»? Конечно, вы слышали слово «апокалипсис», что в переводе с греческого – «откровение», «снятие покрова». Этот термин «апокалипсис» указывает на второе пришествие Иешуа, возвращение Мессии как царя. Минутку. А как связано грядущее искупление народа Израиля с возвращением Мессии? Здесь мы обратимся к откровению апокалиптической книги Нового Завета. Как вы помните, Израиль жил под властью фараона. Бог услышал их вопль и вывел из-под гнета. Точно так же взывает к Богу и пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе насилие, и ты не спасаешь?» Другими словами, эта тема повторяется в Писании постоянно. Таким же образом взывают праведники к Богу книги Откровения. «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Образ фараона – это отражение образа сатаны, который противостоит Богу. В книге Откровения мы вновь встречаемся с ним, как с Антихристом, сильным лидером, взластвующим в мире. Он может иметь героическую и даже ангельскую внешность, но его цель – уничтожить верующих в Бога и осуществить дьявольский план. В противоположности ему, в книге Откровения, мы видим двух свидетелей, которые пророчествуют в течение 1260 дней. Написано, что властью дана им Богом, они останавливают дождь на время их пророческого служения, обращают воду в кровь и могут поражать землю всякой язвою. Это напоминает нам пророка Илью, прекратившего дождь, и Моисея, через которого Бог поражал Египет. Мы видим явную аналогию между египетскими казнями и событиями последнего времени, описанными в книге Откровения. Например, язвы, град, обращение воды в кровь. Это даже происходит похожим образом. И на их челах печать Божьего имени. В обоих этих случаях они спасены от гнева, и в конце концов тот, кто живет по вере, спасается от суда и вечной смерти. И здесь Господь не поражает верующих в Него. Когда Израиль во время исхода пришел к морю, фараон послал армию, чтобы уничтожить их. В этой последней битве Бог обрушил морские воды на египтян, что спасло народ Израиля и принесло окончательную победу над армией тьмы. Такая же эпическая сцена битвы наблюдается и в книге Откровения, когда Ишуа Машия возвращается, чтобы в последний момент победить тех, кто хотел уничтожить народ Израиля. Разница здесь в том, что Божий суд Апокалипсиса не ограничен одной географической областью, но носит глобальный характер. Есть такая поговорка. Дела отцов — урок их детям. Поэтому нельзя не заметить явную аналогию между историческими событиями Первого Песоха и грядущими подкресениями, описанными в Откровении. Хорошо. Апокалипсис, последняя битва — все понятно. Но какова мораль, которой Господь хочет нас научить? Когда мы размышляем о казнях египетских и последнем времени, что приходит нам в голову? Как правило, Бог может показаться нам гневным, приходящим с отомщением, но Его намерения гораздо более обширны, чем поразить египтян и избавить верующих в Него. Он являет бесполезность идолов, свое безграничное могущество и верность обетованиям данным Отцам. Бог взял несчастный и слабый народ, униженный в глазах египтян, и превратил угнетенных рабов в свободную и процветающую нацию. Праздник Песох — это Божий призыв к пробуждению всех гордецов, считающих себя некой элитой, раскаяться и последовать за ним. И вот, возможно, самый главный момент относительно египетских казней и книги Откровения. Как любящий Отец обличает и воспитывает своих детей, так и Бог обличает человечество. В истории Песоха, естественно, мы смотрим большей частью на народы Израиля. Но знали ли вы, что в Исходе 12 главе сказано, что были и египтяне, примкнувшие к народу Израиля и уверовавшие в Бога Израиля, именно по причине казни египетских. Они вышли из Египта вместе с Израилем, оставив свои дома и идолов. Нас не должно удивлять, что Бог любит и египтян. Он продолжал их любить и после исхода из Египта. В 19 главе пророк Исаия говорит о Египте, который вторично будет поражаем Богом и поразит Господь Египет. И тут же дает обещание исцелить их. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. Для чего же Богу нужно поражать и затем исцелять Египет? Благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне». Другими словами, даже если Бог и поражает, это не просто акт возмездия, пусть и справедливого, но делается это для того, чтобы пробудить раскаяние в народе. И когда мы рассматриваем исход из Египта и грядущие события последних времен, мы можем видеть, что Божьи цели основываются на Его милости, а не на бесконтрольном гневе, чтобы, так сказать, выпустить пар. И у суда, который придет на человечество, есть ясная цель — собрать урожай спасенных душ, подобно тому, как во время исхода в последний момент люди пробудились к вере в Бога и Его Мессию. С нашей точки зрения, сегодня любое испытание, эпидемия или другие трудности только укрепляют нашу веру, пробуждают нас и напоминают нам, что наше упование и надежда находятся в вечности, а не во временных и изменчивых обстоятельствах этой земной жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...